Плохая девочка Ребят, в Австрии вы таких поездов не встретите Смотрите, к сожалению Это ретро-поезда Смотрите, какая фуртичка Из алюминия Маленькая-маленькая фуртичка Зато все окна затонированы Вот еще вам хотела сказать про переходы Вот смотрите, в Европе таких переходов уже нигде нету Вот в Москве есть, в Подмосковье, в Одинцово Например Например, в Одинцово, пожалуйста В Подмосковье есть такие А вот в Европе, вот посмотрите, где лифт Человек приехал с багажом Где лифт, где Он должен переться по этой лестнице А вы знаете, как там страшно Наверху Посмотрите, какие ограждения Какие-то решетки, очень широкое расстояние между ними Но эти, как там страшно А вчера шли И был ветер Вчера был ветер Ужас, ужас Ребят, все решетки трясутся Так было страшно Я шла четко посередине Так, когда придет Не, за перила даже страшно держаться Не, за перила даже страшно держаться Сейчас мы должны пробить эту карточку Давай, мам, смотри Обратная сторона, лицевая сторона Все зелененькая, жизнь Ну что? Давай И что? Ну-ка давай А, вот так? Смотрите Со второй попытки Мама это сделала Все, зеленая звездочка Все Стрелочка Все, да? Все, да? Мама тут со всеми, как всегда, на русском Мы прошли очередной квест Пробить билетик Мама, у тебя получилось Хоть со второй попытки, но Ну, я рано Португальцы подсказали Вы слышали? Они даже не знают, что Москва есть Нет, знать, знаю Потому что про Путина, про нашего, наверное, везде Не знаю Тут никто не говорит про Путина Надо сегодня телевизор посмотреть Что там наш Путина Смотрите, ребят Мы поедем с Криштиану Роналду в поезде Сейчас будем знакомиться А, вы нам завидуете? Мы можем взять у него автограф Да он сейчас прям даст Так это какой-то алкаш Бомжи Криштиану в одном вагоне Чтобы у тебя кадр получился Наш поезд на пляж В Кашкаш Мороженое, Макдональдс Мама, заходи И ты уже решил, что будет делать Все наверняка Плохая девочка Проверяют билетики Мама такая счастливая Дорогие зрители Наверное, вы заметили Каким недовольным взглядом На нас посмотрел контролер Когда мы с мамой Только входили В вагон Лиссабонского поезда Он уже как-то косо посмотрел Особенно на меня Наверное, потому что я вела видеосъемку Ну, я это делаю, потому что я видеоблогер В принципе, я это делала во всех поездах Где мы путешествовали с мамой Посмотрите мои бельгийские видео Контролеры проверяли билетики И никто был не против того, что я их снимаю Тем более, я снимала не лицо, а только его руки Как он проверяет билет Итак, контролер подошел к нам Попросил наши билеты Конечно же, мы купили билеты Мы не такие глупые, чтобы ездить с зайцем В незнакомой нам стране Тем более, мы первый раз сели в поезд Мы предъявили билетик Ну, вы видели, мама предъявила Я снимаю маму на видеокамеру Она улыбается Все так празднично Мы едем на пляж И вдруг Вы видели, что он взял наш билет И взял свой вот этот аппарат Которым он проверяет билет И вот так вот сделал руки за спину Я не знаю, почему То есть, он увидел, что я снимаю, что ли И не хотел, чтобы я снимала Я сразу же отвернула камеру Ну, мало ли что Может быть, нельзя снимать, как он компассирует наш билетик Он посмотрел, отдает маме билет И говорит Давайте второй билет Ну, конечно, он это говорит Не помню, говорил ли он это по-португальски Или по-английски Но, в принципе, для моей мамы это одно и то же Какой второй билет? У нас был один билет на два человека Он говорит На каждого человека должен быть один билет Ситуация была такая Мы пришли на вокзал Белем в Лиссабоне Там есть касса И есть автомат Через который можете самостоятельно купить билет И пока мама заняла очередь в эту кассу Я подошла к этому автомату Чтобы купить самостоятельно билет Выбрала английский язык И выбрала поездка до Кашкаша На двух человек Заплатила за двух человек Автомат мне выдал одну карточку Вы видели, что перед тем, как мы сели в поезд Мы проконтролировали эту карточку Прокомпосировали ее И уже спокойно вошли в поезд Кстати, в поезд мы вошли не с первого раза До этого мы ждали свой поезд на совсем другой платформе Может быть, вы обратили внимание Что поезда там едут не так, как машины Поезда едут в противоположную сторону Откуда нам было знать, что у них поезда едут в противоположную сторону Нежели чем машину То есть у них не левостороннее движение Поездов, машин, да, левостороннее движение Ну ладно, хрен с ним Главное, что мы не сели в неправильный поезд Моя мама спросила Этот поезд до Кашкаша идет? Нам женщина говорит Нет, до Кашкаша это на той стороне Ну мы так удивились Пошли на ту сторону Думаем, ну ладно, подождем Что там вроде бы 15-20 минут надо было ждать Вот, продолжаю дальше рассказывать Он нам говорит На одного человека должен быть один билетик Ну так, по крайней мере, нам объяснил этот контролер Как на самом деле, я не знаю Почему тогда этот автомат нам выдал одну карточку на две персоны? Не на две поездки, а именно я выбирала Два человека едут Вообще с этими карточками очень сложная система Потому что у вас в руках вот эта зеленая фигня И вы не видите, что в ней есть Нужно постоянно прикладывать ее к какому-то автомату И там уже идет информация Сколько у вас на этой карточке денег Сколько у вас поездок и в какие сектора Это очень-очень неудобно Здесь, например, в Австрии я приехала Выбрала пункт отправления, пункт А И пункт назначения, пункт Б Все это у меня написано на билете Билетик распечатывается И я с этой бумажкой еду в поезде В этой зеленой карточке вы абсолютно ничего не видите Ну, что он нам сказал? Сказал, что у нас нету одного билета Якобы мы едем зайцем Вот, это мы с мамой Два зайца И попросил нас выйти на следующей станции из вагона Ну, что нам делать? Мы же не станем там припираться Хотя я ему объясняла, что я купила в автомате на двух человек Он, знаете, ему все равно Он вот заладил одно и то же Выходите на следующей станции Ой, извините, у меня телефон В общем, пришлось нам выйти на следующей станции На противоположной платформе Есть какое-то здание Наподобие того, где мы покупали билеты Мы подумали, вдруг там есть касса внутри И мы можем купить билеты там И мы начали переходить железнодорожные пути Ну, естественно, там была такая дорожка протоптанная Мы туда пошли И пока мы шли к этим кассам Полиция с улицы напротив Начала нам махать Начала свистеть в свисток Чего-то нам кричать И тут я понимаю, что, наверное, эти кассы закрыты Что, наверное, это заброшенное здание Но если вы видели мое предыдущее видео О Португалии, о Лиссабоне В принципе, у них не разберешься Рабочее это здание или не рабочее Потому что многие здания действительно выглядят как трущобы И они вполне себе жилые и рабочие Ну, в общем, дошли мы до этого здания, похожего на кассу Потыркались, потыркались Все двери закрыты Ничего не работает И пошли обратно И обратно нас уже с мамой встретила полиция Они нам говорят Вот, вы переходили железнодорожные пути В неположенном месте С вас будет сейчас взыскан штраф Мы такие Да какое неположенное место Там же вроде была лестница Дорожка протоптана Нет, это неположенное место По этим рельсам ходят скоростные поезда Поезд мог поехать Вы могли погибнуть Короче, ай-яй-яй Нельзя так делать Сейчас мы будем вам выписывать штраф Я им опять Вы понимаете Нас контролер высадил из поезда Мы тут в первый раз Не знаем, где нам купить билеты В общем, оказалось Что, чтобы нам купить билеты Нужно выйти из этого вокзала Ну, не совсем в город Но нужно пробить опять билетик Что ты выходишь И там уже я увидела в переходе кассы То есть, этот билет мы потеряли Билет на двух человек мы потеряли Когда я выходила Я его приложила И деньги исчезли Я пришла в кассы Купила на две поездки Для двух людей Кстати, эта кассирша мне опять предложила Одну карточку на двух человек Я сказала, нет, нет, нет Дайте нам две карточки На каждого человека Ну, она ничего не сказала Не улыбнулась, ничего Ну, как бы мы желаем две карточки Она нам и продала две карточки Одна карточка стоит 50 центов А все, что вы положите Это уже экстра То есть, вы эту карточку можете просто пополнять Когда вы куда-то едете Полиция, слава богу, нас простила Сказала, все, первый раз Но больше никогда Ай-яй-яй Короче, окружили там нас три португальских мужика Кстати, красивые были полицейские Очень здорово, что они вошли в нашу ситуацию И не выписали нам еще к тому же и штраф Из-за этого контролера Что я думаю, надурил ли нас этот контролер Мне кажется, что надурил Но не только нас Потому что мы еще не раз ездили в этом направлении И я слышала, как он подходил к другим туристам И впихивал им ту же самую информацию Там была семья Муж, жена и двое детей Они ему предъявили билет То есть, одну эту зеленую карточку Он им сказал Нет, у вас должно быть 4 билета На каждого человека по билетику Вот такая вот разводка Хотя в кассах я сама слышала Не только мне, но и другим людям Предлагали на одну карточку И несколько поездок И на несколько человек Если вы едете с семьей Как бы семейный билет, что ли Так можно сказать Конечно, вот этот случай очень испортил Испортил впечатление Как бы мы ехали на пляж В хорошем таком настроении Вдруг выходите из поезда Вы, оказывается, едете с зайцами Хотя мы не ехали с зайцами А заплатили полную стоимость на двух человек Вот, когда вы будете отдыхать в Лиссабоне И вдруг захотите покататься на электричке Имейте это в виду Покупайте на всякий случай Каждый себе по одной зеленой карточке И пополняйте ее индивидуально Вот такая неприятная ситуация Кто был в Лиссабоне? Расскажите, разводили ли вас так на деньги Почему я считаю, что это развод? Потому что и автомат И кассир в кассе Предлагал и мне, и другим туристам Купить одну карточку В которой будет цена билета На нескольких человек То есть групповой билет Поэтому я думаю, что это полный развод Ну, а что мы могли сделать? Протестовать там, ругаться с ним Я думаю, что это бы не помогло Вызывать полицию Ну, тоже как бы, не знаю Решили мы, в общем, не связываться И сделали так, как он хотел В общем, отвратный тип Запомните его лицо Решили мы, в общем, не связываться с ним